добрый день уважаемые коллеги меня зовут юрий хамутский основатель руководитель клуба успешных инженеров руководитель проекта ebaldc.ru сегодня мы с вами поговорим о том как подготовить резюме под новую должность как переписать резюме под новую должность и мы это сделаем на примере я подготовил небольшой пример допустим наш человек был инженером соответственно планирует стать руководителем проектов это в принципе один из типичных случаев карьерного роста как вы знаете наверное у инженера три основных пути для карьерного роста это начальник отдела руководитель проектов и главный инженер проектов ну здесь мы рассмотрим один из таких сценариев когда инженер становится руководителем проектов что было написано у инженера в резюме изначально что делал инженер проверяйте меня если вы инженер делали это или нет выезд на объект сбора сходных данных согласны но это типичная задача любого инженера ну правда в сфере проектирования который работает для него это важно подготовка концепции трудно спорить любой инженер прежде чем что-то проектировать должен составить коммерческое предложение техническую часть по крайней мере коммерческого предложения подбор оборудования сделать по сути это и есть концепция с неким описанием что именно он планирует сделать спроектировать далее идет выполнение чертежей здесь я написал кратко на самом деле по правильному например надо написать на автокад если это так так будет правильнее естественно инженер всегда делают какие-то чертежи далее указывает объем своих работ он говорит о том что проектировал объект объекты до 5000 квадратных метров и выдачи заданий заданий смежником то есть любой инженер когда проектирует какую-то свою систему она должна встроиться в общий такой пазл да вот создать она должна совместиться с другой системой какой-то которая есть на объекте ну например если вы проектируете систему там кондиционирования то под кондиционирование нужны розетки и значит вы должны сделать задание смежником на электрику чтобы они поставили розетки там где нужны кондиционеры это типичный случай то есть выдача задачи смежником всегда обязательно нужно теперь это был наш инженер мы его разобрали он хочет стать руководителем проектов и он должен это резюме каким-то образом переписать так чтобы было больше шансов стать рп давайте подумаем что он должен оставить а что должен переписать вы даже можете поставить на паузу и сами подумать о том что здесь лучше написать ну а я потихонечку начну будет у рп итак выезд на объект сбор исходных данных полезная функция для для рп ну в целом да выезд на объект полезная функция здесь бы я написал общение с заказчиком и с субподрядчиками потому что для рп общение с заказчиками с субподрядчиками важнее это важный навык и его лучше указать о том что вы умеете это делать если вы конечно умеете делать но об этом я чуть в конце скажу но в целом это лучше указывать подготовка концепции полезный навык здесь наверно даже добавить нечего подготовка концепции пойдет выполнение чертежей на автокад вы должны это указать с одной стороны потому что мы же работали проектировщиком мы же чертили на автокад поэтому об этом мы должны указать но я бы сюда добавил навык который важен для рп может быть важен для рп а чтение чертежей по всем инженерным системам и здесь тоже знание смежных разделов концепции то есть что вы понимаете концепцию не только своей отрасли но и смежных разделах чертежей до выполнение чертежей есть и чтение чертежей по всем инженерным системам но может быть это и правда вы когда чертите некую свою систему вы же должны разбираться в строительных конструкциях в расстановке мебели в архитектуре электрики слаботочки каких-то других системах наверняка вы их видели значит об этом чтении нужно заявить далее идет у нас проектирование объектов до 5000 квадратных метров если это собственно ну так и есть да то наверное здесь менять особо нечего этот пункт можно оставить как есть выдача заданий смежником здесь да это делали мы это оставляем можно добавить проверка их работы потому что как рп вы наверное должны будете сделать проверку а может быть даже написать здесь и организация их работы то есть усилить словами которые характерны для рп дальше у вас сейчас может быть такая непонятка или вопрос мол а что если я не организовывал а я не проверял а я не ну чтение по всем инженерным системам могу не обеспечить я не знаю смежных разделов типа у вас может быть вопрос зачем мы обманываем в этом резюме клиента ну потенциального работодателя я вам отвечу на этот вопрос не надо обманывать не надо обманывать дело в том что чтобы вам пойти из инженеров рп одна из важнейших рекомендаций как собственно этого добиться заключается в том что на вашем текущем месте пока вы инженер пока вы инженер вот здесь вот вы ваша задача уже в этот момент получить опыт руководителя проектов вам нужно найти какой-то один из объектов который вы будете реализовывать не просто как инженера стараться брать на себя функцию рп и тогда вот эти все вещи которые мы здесь прописываем они будут все для вас актуальны и вы никого не будете обманывать ваша задача чтобы помимо правильно написанного резюме ваша задача получить первые азы опыта руководителя проектов на каком-то из объектов пусть даже на простеньком но получить эти азы и потом написать хорошее резюме про себя а о том что вы где-то чего-то не знаете о том что вы только начинающий рп об этом уже можно говорить на собеседование когда вас начнут спрашивать вы поймете о чем спрашивают почему готовится и там вы можете сказать что у вас был опыт рп вы знаете вот это и вот это но есть желание дальше развиваться и таким образом вы никого не обманываете но работодатель будет знать с кем имеет дело и как бы может выбрать вас в качестве сотрудника ну как бы владея объективной информацией о вас вы его не будете обманывать вы ему скажете правду о себе он сделает он уже сделает свой выбор итак друзья ключевая мысль которую я хочу донести я ее уже говорил в прошлых видео что под каждую должность должно быть свое резюме и о том что если вы меняете должность например у вас карьерный рост реализуется то вы должны переписать свое резюме и все то все все обязанности все те обязанности которые вы делали раньше и были которые у вас вы должны сформулировать по-новому то что было раньше это конечно важно но гораздо лучше это все написать по новому здесь я привел пример как это можно сделать поделитесь мнением в комментариях о том работает ли это у вас о вашем опыте как вы переписывали резюме или вы не переписывали и у вас прокатило мне будет интересно почитать в том числе и ваш опыт у меня на сегодня все ставьте лайк подписывайтесь на канал с вами был юрий хамутский впереди много полезного контента пока